Ну что, пришло время отдыха. Поехали на море. И не на простое, а на мёртвое. Даже несмотря на то, что находится оно более чем 400 метров ниже мирового океана, цивилизация с сервисом и даже своей полезностью очень отличается. Заметьте, восток. Ближний. Нас ждут пляжи, парное море, тёплый песок. Ну да, навигация уже прекратилась, и все ледоколы уже стоят на приколе. А это подводные айсберги. Или, может, просто, наверное, дно такое неровное. Нет, больше похоже на солевые берега. Точно, так и есть. Контрастно выделяются на центральном пляже гостиничного комплекса. Вот эта группа в полосатых... Ой, не туда посмотрел. Вот эти палатки, да, прямо на центральном пляже. А что поделаешь? Восток. Да ну, столько всего нельзя, а это не на мои нервы. Всё, я домой. Давайте. Бай. А вот уже и первые чунгачанги. Ну как это? Побывать возле грязи и не выпачкаться. Это не про нас. Неужели нужно было ехать за границу, чтобы выпачкаться в грязь? Помыться, снова выпачкаться и снова отмыть грязь? Что-то я не понимаю эту технологию. Самое интересное. Если её не находят в природе, идут и покупают в магазине. И делают то же самое. Говорят, она полезна. Большинство гостинец расположено у самого берега моря. А на пляже пресные души практически уже в воде. Море ай-яй-яй какое солёное. Тот, кто его пробовал на вкус или с утреца гладко выгрил свою щетину и сходил покупаться. Он понимает, о чём я говорю. И как солёная вода сжёг. И самое важное. Аккуратно, чтобы вода не попадала в глаза. А то научитесь бегать по воде, в сторону пресной душевы. Послушные граждане всех стран потихоньку греются в парной воде. Её температура летом приближается к 40 градусам. В праздники и выходные дни пляжи посещаются более обильно. Но места под солнце хватает всем. Красная шапочка. Красная шапочка. Вот я себя всё-таки уговорил искупаться. Но очень тепло. Вода, парное, молоко. Ощущение, входишь в масло. А на спасательной будке даже часы с градусником сошли с ума. Ну или получили солнечный удар. Девушка, а я уже видел ваши фотки на одноклассниках. А кто решил мясо горячего большими кусочками пожевать? Да ещё и прямо с мангала. Сильно не заморачивается, а просто начинает его готовить. Да-да-да. На центральном пляже пятизвёздочного комплекса гостиниц. Восточный колорит. Но ведь курильщикам в общественных местах давно не удивляемся. А запах вкусного восточного шашлыка... Ой, ну прям ужас какой-то. Ну это ужас, если вы только что поели в гостинице. А там кормят как на убой. Многие молятся, хоть бы обошлось. А когда уже лопается резинка в плавках после всего съеденного, тогда конечно ужас. Фу, воняет. А на самом деле пахнет очень вкусно. Вот и набрели на магазин с косметикой и очень уютный ресторанчик. Заглянем, что там, как там. А что это такое там распыляют? Может это то, что мы ищем, и от этого нам станет немножечко хорошо? Ну да, станет в такую жару. Так увлажняет пустынный воздух. Пустынный воздух очень сухой. И Мёртвое море не испаряется, как другие моря. А это выглядит огромным музеем косметики и разнообразных кремов, сделанных из минералов Мёртвого моря и не только. Здесь можно оставить много денежных запасов, привезенных с собой. Да тут целые кремовые галереи. Сколько, сколько всего. Но это конечно же рай для женского пола. Наконец-то косметика Мёртвого моря. Не знаю, насколько она продлевает жизнь, но у врача кармана она неплохо. Я уже как-то хвастался своими знаниями в области крематологии в одном из обзоров об Израиле. Кстати, это место очень не далеко отсюда. Пустыня, но какая красивая. Кто хочет булочку с котлеткой? Но есть и пловцы, любители экстремального отдыха. Несмотря ни на какие запреты, которые выбирают места сумасшедшей красоты. И мест таких немало. Не раз приходилось видеть, как отважных ныряльщиков спасают. Ну или любители быстро забежать в море, нырнуть в него и проплыть под водой метров 20. И вынырнуть где-то на середине Днепра, ой, море. Все это можно делать, но не в Мертвом море. У него ведь и название такое. Ну такое. Мертвенькое. Святые люди. Еще метров 200 пешком и уже пойдут по воде. Пока гости купаются, можно примерить что-то от Гуччи, Прада или Луи Витон. Что еще есть в этом комплексе гостиниц? Да вот такой вот концертный зал под открытым небом. Крышу снесло, стен вообще никогда не было. А это кто? Зелененькие такие. Да это солдаты. Охраняют наш отдых. И это летняя форма одежды в плюс 40 градусов. Ну хоть не замерзну. Чтобы начать собираться на рыбалку на этом море, ну я не знаю сколько нужно выпить. Я столько не смогу. Вернее, не пробовал. Да не, не смогу. Наверняка вы уже догадались. Рыбаки ездят сюда или по ошибке, то есть с бодунца, или транзитом. Здесь рыбы нет. Перестаньте делать скважины. С вами говорит директор Ледового дворца. Моя маленькая, моя что умничка. Сядь на пенек, съешь пирожок. Слушайте, а может это косметичка? А я сразу неправильно подумал. Мы вроде бы в пустыне, но прям зеленые огромные лука. Людей не уменьшается. Все отдыхают. В душ уже очередь. В раздевалку у девчонок всегда очередь. Даже если их всего одна на весь пляж. Ну что, накупались, загорели. Ноги помыли. Новые сандали купили. В гостиницу? В эту? А может быть в эту? Нет, идем отсюда. Хватит кремов. Я хочу йогурт с фруктами. Или... Хочу мороженое. Нет. Хочу фруктовый фреш. А впрочем, порядок не имеет значения. Да, вот такая вот курортная зона Мертвого моря. У каждой гостиницы свой пляж, свои аттракционы, спа, бассейны, массажные кабинеты и ряд других услуг и развлечений. Весь перечисленный отдых в гостиницах предоставляется также без ночлега. Все удовольствия от отдыха на протяжении дня. Удобно для тех, кто ограничен во времени пребывания в Израиле. На Мертвом море это не единственное место, где можно отдохнуть и побывать в красивейших местах. Обзор этих мест смотрите на этом же канале YoGoGo. И будете знать, что точно вы захотите посетить. Более того, вы можете бесплатно скачать пакет фотографий Израиля с геолокацией. И легко и просто посетить все эти места, не зная языка. А также скачивайте приложение YoGoGo для навигации по фотографиям. И вы уже сами себе гид. Все абсолютно бесплатно. Конечно, чуть не забыли о детях. Для них тоже ассортимент игрушек. Стрелялки, леталки. Нет, нет, только не это. Снова косметика. Бежим отсюда. А эта гостиница будет интересна тем, кто приехал потратить совсем другие деньги. Это центр бриллиантовых и ювелирных изделий. Да и сама гостиница очень даже с видом закачаться. Фотографии смотрите в конце обзора. Жара заставляет пить много. Пошли купаться. Хватит. Хватит отдыхать, хватит загорать. Пойдем. Спасибо за просмотр. Надеюсь, этот обзор вам поможет получить впечатление о курорте Мертвого моря. И вы заранее сможете решить, куда он отправится в отпуск. Подписывайтесь на канал YoGoGo, и вы первыми узнаете о новых для вас местах в Израиле. С вами был Виктор. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok